Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале! У нас ужасная погода, видно, что у нас дождь, дождь, дождь и вот такой дождь у нас с утра до ночи. Но при этом жаловаться нам не стоит, потому как у нас была действительно очень теплая зима, очень теплый февраль, и мы даже открыли террасы, я успела позагорать и подзагореть. Сегодня я покажу вам свой день. На самом деле, я уже больше не могу сидеть дома, я очень люблю гулять с детьми, но мы даже практически не гуляем, потому что, ну, на самом деле, погода никак не располагает и плюс еще нет солнца. Когда в Италии нет солнца, здесь очень-очень влажно. Многие думают, что на самом деле Италия страна, где даже без солнца хорошо, но поверьте мне, в осенний-зимний период либо в раннюю весну в Италии на самом-то деле без солнца очень-очень не радостно, потому что эта влажность, она проникает везде. Что ж, покажу вам супермаркет. Давайте посмотрим, мне прямо-таки само интересно, кто в масках, кто без масок, кто в перчатках, кто без перчаток. На самом деле, я выехала, хочу съездить в один магазин. Наверное, многие подумают, дома-то ей не сидится, да, что-то дома мне не сидится, но я также хочу посмотреть подарок для Данечки, потому что у ребят, что у Егора, что у Дани скоро день рождения, Данечке нужен прямо-таки подарок-подарок, а Егору, в общем-то, мы знаем, что мы закажем. Это поездка, которая сейчас под большим вопросом. Это поездка вместе с классом. Я рассказывала, что в прошлом году мы планировали сделать такой подарок, в этом году также. Также поездка сейчас под большим вопросом, смогут ли ее организовать в силу того, что мы, в общем-то, находимся в положении, когда все поездки подобного плана отменены для детей любого возраста. И в любом случае, какой-то маленький подарок нужен, но и также торты нужно обязательно заказать. Соответственно, вот такой у меня влог сегодня получится. Дорогие зрители, вы видите, потому что изменился свет, я нахожусь на парковке одной из самых знаменитых по стечерей города. По идее, по стечерей это гастрономия. По идее, все это должно быть закрыто сегодня, потому что вышел декрет. Извините, это дворники, сейчас я их отключу. Потому что было указание, что публичные места, где подразумевается большое скопление народа, должны быть закрыты. Но здесь нет парковочных мест, я с трудом припарковалась. Давайте посмотрим внутри. Я уверена, что и внутри нет свободных столиков, чтобы сесть. Припарковавшись с ней без труда, я иду в по стечерию. Я все время забываю, как на русском языке это называется. Я ошибаюсь. Это не гастрономия. Это прежде всего кондитерская. И вот такие торты мы имеем. Италия славится своими кондитерскими изделиями. И могу сказать, что на наш русский вкус и русское восприятие это не всегда очень вкусно. Мы с детства привыкли к несколько другим сладостям. А все, что я вам показываю, это так называемое семи-фреддо. То есть это торты, которые выглядят как самые обычные торты из бисквита. И возможно, они имеют бисквит в своей основе. Но они заморожены. Прежде чем употреблять их, прежде чем их разрезать, необходимо, как правило, 12 часов, подержать их вне холодильника. Я очень спокойно сама отношусь к такому изобилию. Возможно, я к нему привыкла. Потому что раньше я могла съесть вот таких треугольников, либо вот таких маленьких булочек. Я не преувеличиваю штук 6. И скоро я запишу видео о том, как снова можно не просто похудеть, а настроиться на то, чтобы похудеть. Потому что я записала подобное видео. Оно на самом деле очень-очень схоже с тем, как отказаться от молочных продуктов, как похудеть, как отказаться от косметики. Нужно просто однажды взять и отказаться. Кстати, вот такие конфеты, сделанные вручную, стоят 60 евро за килограмм. На самом деле, огромный выбор тортов. Если вы сидите на диете, имейте в виду, что торты с фруктами, они рекомендованы как более-более легкие. Большое количество людей было в постичерии, было в кондитерской. При этом я была в районе 5 часов вечера. То есть это время, когда уже завтрак прошел. Обычно именно за завтраком не найти столик. Но это также время, когда еще не очень поздно. И люди не приехали на так называемый аперитив. А по сути, аперитив это перекусить, либо выпить какой-то легкий алкогольный напиток перед ужином. Я заезжаю в супермаркет и вижу, что у меня, точнее мне сказали об этом очень любезно, что у меня скоро истекут баллы, которые мы собираем. Никуда обычно мы их не тратим. И я пожала плечами, потому что я вообще не знала, куда их потратить. И мне сказали, что я могу потратить их в парфюмерном магазине. И я решила купить и выбрать, потому что очень мне нравится вот такой блеск помада Guerlain. Я показывала и говорила, что его сняли с производства, его перевыпустили, поменяли упаковку и предложили в других цветах. Вот таким образом я примеряю цвет, в особенности, если это яркий цвет. Но на самом деле любой, даже нюдовый, я советую примерять именно таким образом. Рассказывала об этом. Это мой прям-таки личностный лайфхак. Я ни у кого не слышала о подобном. И вы сразу увидите, какой цвет вас украшает. При такой примерке я поняла, что это мой цвет. И только после этого, сомневаясь чуть-чуть между двумя цветами, я снова-снова прикладываю. И только после этого я наношу его на губы. И тоже такой маленький секрет. Наносите сначала на все губы цвет, который вам подошел. И только потом наносите те цвета, которые, возможно, вам подойдут. У вас, получается, на губах есть четыре зоны. И на накрашенную уже цветом, который вам подошел, было очень сложно накрасить ровно ватной палочкой. Вот цвет, который мне изначально понравился. И потом разделите губы на четыре равные сектора. И нанесите, как делаю я сейчас, поверх уже цветного слоя, нанесите тот цвет, который, возможно, тоже вам подойдет. Вы сразу увидите разницу, какой цвет смотрится лучше. В данном случае мне не понадобилось красить четыре цвета. Используя четыре цвета, я сомневалась между двух цветов. И в итоге выбрала самый подходящий. Ну что ж, дорогие зрители, темноватые. Возможно, вы видите на своих экранах, что кадр, что называется, осыпается. Да, действительно темно. Я на самом деле забыла зарядку. И пока снимала красивые торты, у меня разрядился полностью телефон. Мне пришлось вернуться и подзарядить свой телефон. Ну что, дорогие зрители, как вы видите, у нас в городе не просто все спокойно. У нас в городе жизнь идет своим чередом. Я показала вам два спортивных зала. Я на самом деле случайно мимо них проехала. Мне совершенно не нужно было в ту сторону. Я несколько заблудилась. И два спортивных зала открыты, несмотря на то, что я уже говорила в одном из своих видео, что по декрету они должны быть закрыты, либо рекомендованы к закрытию. Более того, как вы видите, в супермаркете, в общем-то, ситуация обстоит таким образом, что мы бы никогда не догадались, что она может обстоять каким-то иным образом. Совершенно обычный день в супермаркете. То же самое количество коказ, то же самое количество вещей на полках, а точнее еды на полках, если мы хотим. И вот покажу вам также бар, который находится непосредственно под... Кто-то так красиво мне светит фарами. И покажу вам также бар. Он находится непосредственно рядом с моим домом. И я тоже говорила, что было рекомендовано закрыть те места, где невозможно обеспечить сервицио от авола, то есть непосредственно обслуживание за столиком. То есть, чтобы люди не скапливались у барной стойки, например, как это принято в Италии, в любом баре. Когда я говорю бар, я не имею в виду только питейные заведения, я имею в виду также бары, где пьют просто кофе. Кофе принято в Италии пить и у барной стойки, и сидя за столиком. Рассказывала, что у барной стойки всегда будет дешевле, так же, как и бокал Просеку. Всего всегда у барной стойки будет дешевле, чем, допустим, за столиком. Так, несмотря на это, мы можем видеть, что бар переполнен. Я специально подождала и засняла это уже в сумерках, потому что видно, что и внутри очень много людей, и снаружи очень-очень много людей. Поэтому вот таким образом протекает жизнь в моем городе. Я очень рада, что я выбралась, потому что я на самом деле поняла, что вот эти вечные дожди и вот эти вечные новости, в которые я вынуждена окунаться, потому что я все-таки блогер, и могу сказать, кстати, такая тоже интересная вещь, что вы, возможно, заметили, у любого блогера в любых новостных вообще тематиках нет рекламы, потому что невозможно монетизировать этот контент. Поэтому я, в общем-то, окунаюсь в этот контент и в эту информацию, прежде всего потому, что меня очень много начали спрашивать в комментариях, и я поняла, что мне проще снять одно-два видео на эту тему. Ну и опять же, я, насколько поняла, для очень многих мои видео действительно являются поддержкой, потому что кто-то планирует приехать в Италию. Мне часто задается вопрос, Яна, вот мы планируем приехать в Италию, часто меня спрашивают мой совет. Я, если честно, боюсь на себя брать ответственность и давать вам тот или иной совет, поэтому я воздержусь, но я думаю, зрители, которые смотрят мои видео в последнее время, они могли понять мою точку зрения. Поэтому я поняла, что эти видео кому-то могут быть очень-очень важны, очень-очень нужны, но я также поняла, что даже люди, которые не собираются в Италию в ближайшее время и не собирались, все-таки просматривая мои видео, имеют некий заряд бодрости, бодрости, позитива и спокойствия. Я на самом деле очень-очень этому рада. Я всегда говорю себе, Яна, у тебя будет время осознать свою ошибку и вообще у тебя будет возможность ошибиться. И очень-очень обидно прогнозировать что-то негативное, а в итоге это не случится, как часто пишут в книгах. Мне очень однажды понравилась фраза, бывает, что ожидание события, которого мы боимся, события, которые мы не хотим, чтобы с нами произошло, это гораздо более мучительно и гораздо более страшно, чем непосредственно то событие, которого мы боимся и которое, возможно, никогда не произойдет и не случится. Желаю всем хорошего, бодрого настроения, желаю всем наконец-то весны. У нас очень-очень тепло, я в своем красном пальтишке разгуливаю, такая незаметная, я везде снимаю. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу поехать в Паду и заснять стритстайл. В который раз я убедилась, что выходить в люди это очень-очень важно, а выходить в люди и хорошо при этом выглядеть, это важно вдвойне, прежде всего для собственного самоощущения. Прощаюсь с вами на этом, дорогие зрители, желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok